Фэн-шуй с Еленой Ли Здравствуйте! С вами я, Елена Ли, мастер фэн-шуй и китайской метафизики. Неделя с 8 по 14 февраля украшена главным событием – наступлением Нового года по Восточному лунному календарю в ночь с 11 на 12 после 23.00. Многие народы Юго-Восточной Азии очень широко и масштабно его празднуют. В отличие от нас, 1 января для них совсем не праздник, а обычный рабочий день. Новый год по лунному календарю – это обновление в первую очередь в нашем теле и душе. А солнечный Новый год, который был 4 февраля, приносит изменения в пространстве и времени, то есть во внешней энергии. Поэтому в лунный Новый год много ритуалов, направленных на привлечение гармонии в доме и семье и исполнении заветных желаний. В такие дни проводится несколько красивых, сильных ритуалов, поэтому если вы хотите серьезных положительных перемен в 2021 году, то обязательно запланируйте их в этот день. Ритуал «Встреча Бога-богатства» – это очень красивая техника на денежные удачи и повышение прибыли. Хороша она для бизнеса, для карьерного роста, особенно когда вы хотите добиться очень высоких результатов. В этом году Бог-богатства приходит с Востока, в ночь с 11 на 12 февраля, с 23.00 до часу. Активацию не делают рожденные в год петуха, но вы не расстраивайтесь. Этот император года будет благоволить вам весь 2021 год. Для встречи Бога-богатства вам понадобится Сам Бог-богатства лучше всего Цайшия на Тигре, Туапинг-конг на Троне, либо Куанг-кун. Подойдет любой Бог-богатство лучше в виде фигурки. Также красная бумага для написания желаний, красная скатерть или салфетка для стола. Пять сухих продуктов. Рис, нут, ячмень, маш, горох, гречка, любые зерновые, что найдете. Продукты пяти вкусов. Перец горький, сладкий, конфеты или выпечка, нейтральный, хлеб или тофу, соленый, к примеру, маринады или щепотка морской соли, кислый, к примеру, лимон. Пять чашечек с зеленым чаем и пять чашечек с вином. Продуктов нужно немножко по щепотке. Пять вегетарианских блюд или салатов, тоже по щепотке. Пять фруктов или пять сухофруктов. Деньги. Можно сделать неразменную купюру, а также китайские монеты, шесть штук и красные конверты для желаний. Благовоние. Три палочки. Лучше взять пачули, сандал или суперхит. И три зеленые восковые свечи. Как проводим встречу бога богатства? Принимаем душ, ванну, хорошо с морской солью. Надеваем чистую одежду и что-нибудь зеленое с серебром или золотом. Ритуал проводим в самой большой комнате в восточной части дома. Только в жилом помещении, не в офисе. Протираем стол, застилаем красной скатертью или красной бумагой. Устанавливаем на него бога богатства. Спиной к востоку, лицом на запад. Зажигаем благовония и свечи. Раскладываем все продукты, деньги и монеты и приветствуем бога богатства. Представьтесь ему, назовите полностью свою фамилию и имя. И назовите свой адрес. Садитесь за стол и пишите желания, таким образом, будто они уже исполнились. Без части сне, без слов, хочу, дай. Материальные на красной бумаге, остальные на желтые. Затем откройте входную дверь и окна на несколько минут. Можно включить музыку, прочесть молитву, мантру. Поблагодарите бога богатства и закройте дверь. Он должен стоять так сутки. Продукты тоже, есть их нельзя. Свечи должны догореть, пепел и воск соберите и уберите в коробочку на северо-востоке. Они должны храниться в доме не меньше трех месяцев. Через сутки установите бога богатства повыше. На западе или юге или северо-востоке дома. Не в спальне и не на кухне, не в туалете и не в ванной. Деньги и монеты положите в кошелек, а желания в красные конверты и спрячьте на северо-востоке. Продукты нужно выбросить так, чтобы их никто не съел. Закопайте или бросьте в воду, но не в унитаз, а в природный источник. Сожгите или спрячьте на улице. Если бог богатства куплен давно, перед ритуалом его нужно окурить благовониями сандал или лада. Данный ритуал достаточно многослойный, но если все сделано правильно, то все ваши желания сбудутся до мельчайших подробностей. А еще в лунный Новый год приходит бог счастья. Он отвечает за счастливые события в вашей жизни. Взаимную любовь, счастливый брак, деторождение, здоровье, исцеление, образование и путешествие. Он дает хорошее самочувствие и гармонию в душе. Бог счастья придет 12 февраля с 9 до 11 часов по местному времени с юго-запада. Как его активировать? Хорошо погулять в это время на улице в сторону юго-запада. Во время прогулки визуализируйте желаемое. Загадывайте намерение. Можно даже подробно его прописать перед прогулкой. Можно гулять с друзьями. Но помните, у вас должно быть хорошее настроение. Нельзя выяснять отношения. Помните, это активация на любовь к себе, к людям, к будущей половинке. Поэтому сгенерируйте ее по максимуму. Привыкайте к ее присутствию в своей жизни. Если вы смогли точно и ясно представить счастливые события, то они обязательно произойдут в вашей жизни. А еще в Лунный Новый год загадывают желания. Первый способ – 12 февраля в течение дня налепить пельмени вручную. Да, их надо приготовить самим, а не заказать. Это важно. Пельмени являются символом мешка с подарками от Хатея – Бога веселья и добра. Поэтому их обязательно готовят на Лунный Новый год. А после того, как налепили пельмени, посчитайте их. Если количество оказалось четным, ваше желание обязательно сбудется в этом году. А если не четным, ну что ж, используйте другие возможности для исполнения своего желания. Их много. Активации по цемень, к примеру, или вталкивание денежной звезды, или активация удачи по личному Бадзе. Есть еще один способ загадать желание. Напишите свое намерение на красной бумаге и 12 февраля с утра купите 6 апельсинов, желательно в разных местах. Один на рынке, в примеру, один в магазине у дома и так далее. А затем разрежьте их и высадите косточки из них. Если они прорастут, ваше намерение точно сбудется. Еще один вариант с апельсинами. Загадать желание и купить 6 апельсинов в 6 разных местах. Прийти домой и посчитать общее количество косточек в них. Если их оказалось четное число, то ваше желание исполнится. А если нечетное, то вам надо либо чуть-чуть изменить желание, либо постараться использовать другие возможности для исполнения своего намерения. Самое замечательное в лунном новом году, что в период с 12 по 24 февраля идет программирование всего года. Поэтому постарайтесь заполнить это время с самыми приятными встречами и маленькими радостями. Пусть небольшие, но радостные события происходят с вами каждый день. А какой же будет неделя для знаков китайского гороскопа? Крысы. Для вас на этой неделе важно чувствовать себя хорошо. Поэтому будьте внимательны к своему организму. Зона трех обогревателей и почки очень слаба на этой неделе. Поэтому одевайтесь потеплее, и тогда эта неделя пройдет для вас в ровном ключе. Сложный день – четверг, а самым хорошим днем будет пятница. Бык. Начало недели порадует хорошими новостями, зато в конце недели могут быть эмоции и переживания. Поэтому все важные встречи лучше провести до четверга, а выходные – хорошо отдохнуть. Сложный день – суббота, а хороший день – понедельник. Тигр, ваши идеи и цели будут выполнимы, если вы правильно распределите силы. К вам придет много энергии и будет много желающих разделить ее с вами. Так что тщательнее выбирайте окружение. Сложный день – суббота, а хорошим днем будет понедельник. Кролик. Ваша задача – плавно включаться в активные процессы. Все ваши дела начнут ускоряться, появится много предложений и оживут многие проекты. Поэтому будьте смелее во всем. Это время хорошее для получения новых знаний. Сложный день для вас – вторник, а самым классным днем будет пятница. Дракон. Неделя будет очень спокойной и очень успешной, особенно с понедельника по среду. Поэтому займитесь планированием будущего. Либо посвятите больше времени себе и дому. Не берите на себя новые обязательства, особенно финансовые. Будьте внимательны с распределением сил. Самым сложным днем для вас будет понедельник, а самым классным днем будет четверг. Змея. Первая половина недели очень конфликтна, особенно в понедельник. Будьте внимательны в расчетах и с документами. Не планируйте на эту неделю дела, которые нужно решить быстро. Будет много недоразумений. Сложный день для вас – понедельник, а самым хорошим днем будет четверг. Лошадь. Первая половина недели принесет много напряжения, зато во второй повезет в любви. Особенно в пятницу, поэтому в начале недели сразу планируйте хорошие выходные. Сложный день – вторник, а самым хорошим днем будет суббота. Козы. Избегайте операций с недвижимостью в среду. В этот день лучше отложить крупные покупки, зато в конце недели дела значительно улучшатся. Сложный день для вас – среда, а хорошим днем будет суббота. А что же ждет рожденных в год обезьяны? Обезьяны – ваши проекты и дела никто не сможет обогнать. Если нужно, просите о помощи, у вас будет много единомышленников. Сложный день – среда, а самым хорошим днем станет суббота. Петух. Вам на этой неделе главное не ссориться в пятницу. Этот лунный Новый год в знаке вашего конфликта, поэтому будет напряженный эмоциональный фон, поэтому будьте сдержаны и спокойны. Это напряжение всего на одну неделю. Сложный день – пятница, а самым хорошим днем будет понедельник. Собака. Следуйте своим целям, будьте сдержаны и дисциплинированы. Тогда неделя для вас будет очень приятной, особенно с понедельника по четверг. А в пятницу запланируйте Новый год. Сложный день – суббота, а самым хорошим днем будет четверг. Кабан. Ваши задачи всегда очень амбициозны, но сейчас лучше больше внимания обращать на здоровье и на собственное самочувствие. Особенно первая половина недели будет насыщена событиями, поэтому выходные обязательно отдыхайте. Сложный день – суббота, а самым хорошим днем будет четверг. Веншуй для всех.